Всем привет, друзья! Вы на канале Солена и сегодня мы с вами говорим на тему жертва. Собственно, жертва как жизненная позиция, жертва как жизненная история, которая не дает человеку просто развиваться настолько, насколько он может. Ведь очень-очень многие люди даже не представляют, насколько они могут в жизни получать какие-либо крутые результаты, насколько они могут создавать что-то. Почему? Почему так происходит, что ну да, я вроде бы что-то делаю, но вот как-то у меня не получается. Напоминаю, жертва это сценарий. Сценарии развития бывают достаточно печальненькие. Я бы сказала печальненькие, потому что очень-очень многие люди делают так, чтобы было больно, было страшно, было тревожно, было не по себе. То есть, вот как вообще живет жертва? У нее вечно 100 потребностей, которые не реализованы. Жертва обычно постоянно попадает в какие-то ситуации, которые заранее можно было бы уже прописать, понять, вычленить для себя и разобрать. Жертва приходит в ситуацию и понимает, что да, что-то там такое происходит, но я с этим абсолютно могу сама или сам справиться. Но жертва так не сделает и не сможет так сделать. И знаете почему? Потому что есть более глобальные, более важные моменты, которые влияют на выбор жертвы. У жертвы тоже есть определенные позиции, как я себя воспринимаю, как я себя продвигаю, чем я занимаюсь, насколько мне важно быть с собой честной, насколько мне важно быть самой интересной, насколько вообще я интересен или интересен сам для себя. У жертвы вообще все по-другому. Я попал в эту ситуацию. Это мир так сошелся. Это звезды, это война, это такая головоломка. Я вышла замуж, потому что так получилось. Я не работаю 10 лет, потому что сложная ситуация в мире сейчас. И вообще у меня остеохондроз. Или, например, если я понимаю, что да, да, мне сейчас как-то тяжко. Мне сейчас как-то тяжко. Что мне с этим делать? Обычный человек идет и решает, что тяжко. Здоровье тяжко, финансы тяжко, отношения тяжко. Или что? А жертва обычно, ну, как-то тяжко. Поживу-ка я как есть. Вдруг ситуация изменится, вдруг что-то изменится. И да, да, друзья, это совершенно непросто. Непросто разбираться в этом, непросто работать с этим, непросто понимать это все. Но очень просто выйти из этой ситуации в психотерапии. Почему? Потому что многолетняя история повторяется. Что это значит? Жертва всегда будет без денег нормальных, без работы, без, ну, или даже с какой-либо там работой. Или у нее всегда будут кто-то, кто ее спасает. Либо она будет искать, кто ее спасает. Жертвой быть абсолютно невыгодно. Это приводит к чему, друзья, к такому отношению? Ну, да, я бы тебя пожалел, но как-то в следующий раз. И многие люди тоже относятся к жертве вот именно таким образом. Вы на канале с Аленой, пишите комментарии, если тема жертвы вам близка. И, кстати, ведь мы все сами бываем в какой-то позиции, в какой-то момент жертвой, да? Но это может поменяться. Это может поменяться. Выбор за вами абсолютно.